Меньше двух недель простоял в Волгограде православный крест, который установили на месте будущего храма Покрова Пресвятой Богородицы. Планируется, что новая церковь будет построена недалеко от музея-заповедника Сталинградская битва. А пока Волгоградская епархия водрузила здесь крест, который в ночь с 26 на 27 октября был сломан. Кто мог повредить конструкцию и когда она вернется на прежнее место? Об этом в нашем следующем материале. На этой территории недалеко от монументов в память о жертвах политических репрессий будет возведен храм Покрова Пресвятой Богородицы, объясняет представитель Волгоградской епархии. Две недели назад состоялось освящение места будущей церкви и был установлен поклонный крест. Вместо него теперь лишь основание. Несколько дней назад двухметровый мраморный крест весом в 200 килограммов обнаружили лежащим на земле. Как сообщили нам уже из отдела внутренних дел и местные жители, этот крест свалили силою. Причем, как оказалось, на самом деле это вовсе не просто случайность, знаете ли, ветер подул. И мы специально подняли сводки данных метеорологических. Никаких ураганов, смерчей, ветров не было. Кто-то говорит, что он сам собой свалился. Но как могли тогда сами собой согнуться арматура, каленая арматура в 15 миллиметров в диаметре? Скорее всего, это дело рук вандалов, высказывают свои предположения священнослужители. Кто и почему надругался над православной традицией, задает вопрос и романах Лазарь. И добавляет, таких примеров мало, но, к сожалению, они есть. На иконе с обликом Иисуса Христа, которая хранится в недавно открывшемся храме князя Владимира в Дежинском районе Бугограда, отчетливо видны следы от пуль. Им больше 70 лет, объясняют специалисты. А эта икона, написанная полтора века назад в честь святителя Пантелеймона, буквально изрублена топором. Если мы поставили крест на месте строительства будущего храма, и вандалы его буквально снесли, разрушили, разломали, и мы свидетельствуем об этом факте, то невольно прослеживаются какие-то параллели. Вот такое ощущение, что сейчас действительно тяжелые 20-е годы, 20-го века, когда люди от отчаяния, от безбожия не знали, что делать. Хотя прошло уже почти что 90 лет. Сейчас сломанный православный крест находится на реставрации. Как только работы по нему будут завершены, крест установят на прежнее место. К слову, в ближайшее время на месте будущего храма Покрова Пресвятой Богородицы начнутся геологические исследования. Они должны определить, можно ли на данном участке строить такой крупный объект, как церковь. Елена Лыкова, Людмила Кухарева, Алексей Лунев, телекомпания «Ахтуба».